Как? Как такое могло произойти? Сначала в прошлом туре от Суанси отъехал Ливерпуль, а теперь Арсенал. Канониры 7 лет в чемпионате не уступали аутсайдерам. Последний раз это было в 2011 году, от Блэкберна 3-4. А вот посмотрите на расклады в таблице перед 25-м туром. Арсенал был на 6-м месте 42 очка, Суанси на 20-м, 20. Теперь Арсенал уступил в 7-й игре из 25-ти. То есть команда уступает почти в каждой 4-й игре чемпионата. Да, Арсенал забил первым в этом матче, но и пропустил 3-3 мяча от аутсайдера. При том, что смотрите, Суанси вышла на игру с одним форвардом и 5-ю бэками. Все говорит о том, что команда будет играть максимум на ничью, на удержание счета. Но даже ничья в этом матче была бы сенсацией. И над Арсеном Венгером еще сильнее шатается кресло. Помните, как в конце прошлого сезона он встретился с боссами клуба и пообещал, что мы идем за чемпионством. И тогда с ним продлили контракт. Но клубы большой шестерки уже сейчас понимают, кому отойдет это чемпионство. Да, можно сказать, что Манчестер-Сити в этом сезоне играет очень мощно. Но Арсенал может не попасть и в Лигу чемпионов. В Еврокубке он попадет, я в этом убежден. Но второй год без Лиги чемпионов Венгер точно уйдет. Как сообщалось ранее, так это в конце сезона и произойдет. Вот смотрите, кому уже в чемпионате уступил Арсенал. Манчестер-Юнайтед, Манчестер-Сити, Ливерпуль. Но это ладно. А вот Суонси, Бормут, Уотфорд, Сток-Сити. Что происходит с командой? Клуб также уступил последней команде Бундеслиги Кёльну. Это было в Лиге чемпионов. А Нутингем выбил из Кубка Арсенал. Напомню, что этот клуб из чемпион шип. Что с командой? Неужели Венгер потерял над ней контроль? Как вы считаете? Напишите. Клуб чередует отличные матчи с явными провалами. Понятно, что Венгеру и сказать после такой игры нечего. Да, совершали детские ошибки. А вот про пропущенный второй и третий мяч я лучше помолчу. Да, были здесь грубейшие ошибки, но Суонси тоже сыграла хорошо. Что еще было интересного в этом матче? Состав Суонси после игры с Ливерпулем не изменился. А зачем? Команда после этой игры впервые за три месяца вышла из зоны вылета. На замену в этом матче вышел Оливье Жеру. Для него это последний матч, возможно, сказал Венгер в послематчевом интервью. Также на замену вышел Инхитарян. Для него это стал дебют за Арсенал. Игрок провел более получаса игры, но его клуб уступил. Также впервые с 10 октября в старте появился и Аарон Ремзи. Также рекомендую к просмотру ролик «Как хорошо вы знаете Неймара». Подписывайтесь на канал, оцените этот ролик. Услышимся!